С нами на связи Михаил Самусь, заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсий и разоружения. Михаил, приветствуем вас в эфире информационного марафона Freedom. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим. Знаете, посмотрела на днях и интервью на Deutsche Welle, а потом еще и вышла статья с прогнозами. Я напомню, генерала в отставке армии Шабена Ходжес, это было буквально пару дней тому, о том, что происходит, его прогнозы и так далее. И знаете, я хотела, Михаил, начать с того, что первым вопросом именно в интервью записанном был вопрос, что происходит на самом деле, насколько сейчас ситуация на фронтах, она динамична или не динамична. И вопрос журналиста был к Ходжесу по отношению к Украине, почему Украина не проводит контрнаступление и почему нет вот таких каких-то серьезных, как считают журналисты Deutsche Welle, серьезных каких-то продвижений со стороны вооруженных сил Украины. Вот и Ходжес говорит о том, что Украине стоило бы все-таки начать контрнаступление, хотя сам потом объясняет, почему, но есть какие моменты, которые нужно реализовать для того, чтобы контрнаступление действительно началось. Он там говорит и про вооружение и так далее, и так далее. Хочу тоже вашу оценку, вот если мы говорим в таком, знаете, в целом. Михаил, как вы можете описать ситуацию сейчас? Мы знаем, что есть ряд населенных пунктов, я напоминаю нашим зрителям, около тысячи, это те населенные пункты, которые вооруженные силы Украины деоккупировали. Но если мы говорим в глобальном смысле, по вашему мнению, что сейчас происходит на фронте? Период какой-то паузы или хочется, чтобы вы описание свое дали? На самом деле, да, действительно, многие говорят о какой-то паузе, но на самом деле сейчас происходит период крайнего напряжения на фронте. То есть вот такая вот ситуация, когда две силы по законам физики максимально напряжены, идет максимальное напряжение, но при этом графически мы линию фронта видим, она не меняется. Но это не означает, что там все спокойно и все прохлаждаются, просто какая-то пауза, все отдыхают и пьют коктейли. На самом деле все абсолютно противоположно. То есть сейчас просто происходит та ситуация, которую называют балансом, может быть паритетом, но при этом Россия утратила свои возможности к наступлению. Потому что все, что она использовала за эти шесть месяцев, эти все средства не принесли успеха. Мы знаем о том, что провалилась их стратегическая операция 24 февраля, когда они провалились полностью по своим предположениям, замыслам и своим решениям, которые явно были неадекватной обстановки. И вот на данный момент происходит ситуация, когда они уже дальше не могут наступать, они могут только сдерживать фактически усилия уже украинской армии, которая действительно готовится к контр-вступлению. Причем, я бы сказал, не только на юге. Тактические наступления сейчас украинская армия осуществляет, например, и на донбасском направлении, не будем уточнять я. Но с точки зрения графики, действительно, мы видим, что месяц уже линия фронта не меняется. Что касается украинского контр-вступления. После того, как действительно Украина начала подготовку, но в принципе Украина с первой секунды 24 февраля уже готовилась к контр-вступлению. И до оккупации своих территорий это очевидно, потому что Украина не собирается терпеть российскую оккупацию, поэтому это все было очевидно. Но вот когда Украина действительно сконцентрировала на юге мощные силы, которые готовы уже в принципе проводить контр-вступление, Россия перебросила огромные свои контингенты с Донбасса и территории России как раз на юг. Как на левый, так и на правый берег Днепра. Мы говорим о том, что те войска российские, которые сейчас переправились и даже сейчас, еще после уничтожения мостов, пытаются дальше наращиваться на правый берег Днепра, они являются фактически смертниками, потому что украинская армия создает там условия, когда им придется или сдаваться, или вплавь перебираться через Днепр, или просто погибать. Эта ситуация действительно занимает больше времени, чем хотелось бы кому-то. Но в военном искусстве главное не время, а все-таки главный результат выполнения задачи. И выполнение этой задачи достигается как раз не гонкой за какими-то сроками, а за формированием каких-то других компонентов, таких как огневая мощь, концентрация сил, которая позволяет гарантировать победу над противником и успешное продвижение. А не просто как россияне бросают свое мясо и железо действительно для достижения политических целей, как это происходит, например, на Донбассе. То, что сейчас такая вот видимая стабильность на фронте, она иллюзорная. Это все обман, я бы сказал, оптический даже. В самом продолжении, действительно, вот то, что вы сейчас говорите, Ходжис называет это патовой ситуацией, которую многие видят, говорят, патовая ситуация. На самом деле это не так. Он описывает ситуацию, что украинские вооруженные силы продолжают готовиться, тренировочные процессы никуда не девались, они продолжаются на самом деле, готовятся к контрнаступлению. Но также утверждает, что российская армия прошла свою кульминационную точку в Украине. И это уже означает, что ни ресурсов, чтобы продолжать наступление со стороны вооруженных сил Российской Федерации, ни технических, ни людских, нет. Но вот то решение, которое было со стороны президента Российской Федерации днями озвучено об увеличении численности, там, около 100 тысяч военных. Этого, скажем так, вот эта цифра, ваше мнение, для чего озвучивал Владимир Путин, что увеличивается количество военнослужащих, тех, которые... Это для того, чтобы брать участие уже прямо сейчас. И если мы говорим про людской ресурс, по вашему мнению, что происходит со стороны вооруженных сил Российской Федерации? Это решение очень важное. Фактически, это частичная мобилизация, без объявления мобилизации. То есть правовое состояние России не меняется, то есть не введено военное положение, не меняется ситуация собственного правового поля. Но при этом, что такое 137 тысяч штатных должностей, о которых идет речь в указе? Это означает, что не просто будет набор каких-то людей, вагнеровцев или каких-то национальных батальонов, или как там они называют, по регионам собирают. Это штатные должности, это значит, что будут создаваться новые подразделения, новые части соединения. Я бы сказал, что речь идет о нескольких дивизиях, как минимум. Что такое новая дивизия? Это нужен обученный личный состав, прежде всего офицерский состав. Это нужен обученный сержантский состав и, естественно, специалисты, потому что даже в каждом взводе должны быть не просто набор сброда какого-то, а специалисты, которые смогут управлять техникой и вообще организовывать боевые действия. Плюс к этим 137 тысячам, то есть нескольким дивизиям, нужно будет штатное вооружение, штатные ресурсы, штатное обеспечение и так дальше. То есть это огромное. На самом деле, чтобы понять, что такое 137 тысяч, это примерно столько, сколько Россия собрала для наступления на Украину 24 февраля. И вообще у них примерно 100 тысяч человек, это такой базовый контингент, которым Россия проводила все свои войны. Как первую и вторую Чеченскую войну, так и войну против Грузии, так и чуть больше они собрали для Украины. То есть такой костяк боевой, как считается, у них всего-навсего 300 тысяч было до этого боевых частей, 300 тысяч человек боевых частей, которые могут воевать. Так вот, 137 тысяч дополнительно к 300 тысячам, это много. Но плюс к этому мы же знаем, что примерно уже около 100 тысяч человек у них вышло, выбыло убитыми, ранеными, дезертирами и так далее. То есть Путин идет ва-банк, потому что мы и сейчас знаем у них проблемы с набором личного состава. А сейчас нужно набрать личный состав где-то обученный, где-то нужно набрать специалистов, заплатить им деньги, собрать технику боеготовую, которая едет и стреляет. Поэтому здесь вызов для всей системы. Но я так понимаю, что это уже ва-банк. Пришли генералы и сказали, нам нужно вот хотя бы 137 тысяч человек, чтобы как-то проломить оборону. Путин сказал, делайте, что хотите, а мне все равно. Путин-то понимает, что его жизнь висит на этом волоске, который сейчас образовался. На этой патовой ситуации, как некоторые говорят, на самом деле это ситуация крайнего напряжения на фронте. И пролом Украины и этого фронта будет означать крах путинского режима. Путин это все понимает, принято решение, вот это 137 тысяч человек. Но, честно говоря, им нужно было это решение принимать в ноябре прошлого года, еще за несколько месяцев до наступления 24 февраля. Сейчас это, мне кажется, поздно. В чем расчет? Я думаю, что Путин, генеральная его идея в том, чтобы заморозить фронт сейчас в переносном смысле, заморозить Европу в прямом смысле этого слова, зимой через дефицит газа и нефти, Украину тоже. И на весну вот создать вот эту новую группировку и с удвоенными усилиями фактически, то есть нарастить контингент в два раза, выйти снова с какими-то военными операциями. Ну, я думаю, все это будет полный крах Российской империи, путинского режима, потому что украинская армия, естественно, не будет на все это смотреть. Никакой заморозки фронта не будет. Мы знаем, что Украина сейчас очень активно влияет огневым способом на глубокие позиции противника. Это означает, что Украина наращивает свои возможности высокоточным оружием, высокоточными ракетными ударами, в том числе по Крыму. И Европа не замерзнет, выдержит она эту газовую энергетическую войну. Ну, действительно, мы сегодня будем говорить, потому что есть ряд стран, вы уже так коснулись, и российская сторона постоянно продолжает шантажировать Европу газом. На самом деле, сегодня об этом будем говорить, и на фактаже, на цифрах покажем нашим зрителям, что на самом деле это уже не так, а сегодня даже не 1 сентября. А, соответственно, у Бреселя были рекомендационные пункты, и один из них был о том, что до 1 сентября хранилища должны были в европейских странах быть заполнены на 75%, та же Германия уже заполнена на 85%, эта тема очень важная, сегодня обязательно обсудим. Я вспоминала генерала армии США в отставке Бена Годжиса, он действительно такое огромное интервью, там прогнозы и планы. Мы сейчас послушаем, что он еще сказал, а после этого продолжим, и поговорим еще по нескольким тезисам, которые хотим с вами обсудить. Украинцы были невероятно устойчивы, изобретательны, новаторские, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать российскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы оказали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта. Россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать, но украинцам необходима возможность победить. Бен Годжис, генерал-лейтенант США в отставке. Михаил, давайте сразу продолжим тему победить как. Победить, естественно, должно быть вооружение, необходимое для того, чтобы можно было не просто стоять в обороне, а для того, чтобы можно было осуществлять контрнаступление. Ну и в частности, нужна хорошая ПВО. Соединенные Штаты Америки заказали для Украины системой противовоздушной обороны на САМС. Общая сумма по контракту с компанией-производителем составила почти 200 миллионов долларов. Сам контракт должен быть исполнен до 23 августа 2024 года, отметили в Пентагоне. Норвежские системы ПВО НАСАМ способны поражать и уничтожать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Они считаются одними из самых современных и надежных в мире. Их используют для защиты Белого дома и Капитолия. 1 июля США впервые объявили, что передадут Украине две таких системы. По предварительной информации, они будут поставлены в октябре-ноябре. Михаил, тут хотелось бы сразу уточнить по поводу ПВО. Сейчас очень много тревожной информации о том, что подтянули массу самолетов, которые находятся на границах с Украиной. И, соответственно, такой апокалиптический сценарий описывается, что якобы Россия может попробовать прямую бомбардировку территории Украины. Потому что ракеты заканчиваются, соответственно, нужно использовать авиацию. Насколько сейчас та ПВО, которая есть в Украине, способна справиться с поставленными задачами? Потому что многие говорят, что да, но тогда российские самолеты входят в пространство, в зону поражения ПВО Украины. И, соответственно, НАСАМС, могут ли они позволить в октябре-ноябре говорить уже про полноценное контрнаступление, либо нужно еще вооружение? Ну, здесь я бы разделял вот эту вот идею о том, что Россия накопила как будто бы 300 самолетов. На самом деле, если бы Россия могла входить в украинское воздушное пространство, они бы это сделали. Они заходили в украинское воздушное пространство. Вспомним их авиацию над Киевом, их авиацию над другими частями Украины, в том числе Черниговская, Сумская, Харьковская, Донбасс, Южное направление и так далее. Они заходили, потом их сбили, те, кто зашел, и они после этого не заходят. Это означает, что Россия не сможет использовать свои возможности авиации. У них действительно много авиаций, у них было больше тысячи самолетов. Часть украина их сбила, а остальные, те, которые находятся, например, вокруг Украины, ну, естественно, они находятся там. Они ждут возможности туда зайти, в наше воздушное пространство, но они зайдут только туда тогда, когда у Украины не будет против воздушной обороны. Вообще не будет. По классике, против воздушной обороны должны уничтожить ракеты. Вот то, что происходило 24 февраля. Сначала Россия нанесла ракетные удары, заявила о том, что уничтожена против воздушная оборона против ракеты. И после этого начали, естественно, заходить массово российские самолеты, но почему-то их начали сбивать, потому что никакого уничтожения ПВО не произошло. Поэтому здесь я бы сказал, что в информационном пространстве у нас просто накрутили сами себя. Было заявление командования ПВО, которое констатировало, что действительно вокруг Украины на аэродромах базируется такое-то количество самолетов противника. Действительно, в России много самолетов. Но зайти они к нам в пространство физически не могут. Все 300 самолетов, если они сейчас поднимутся и зайдут, ну половина будет сбита, половина, если хочет, может еще полетать, пока перезаряжаются наши комплексы. Дальше они опять будут сбиты, и все, и Россия окажется без авиации. Поэтому я бы это все не связывал с контр-наступлением. На Самс прекрасный комплекс, но опять же здесь проблема. Видите, вот американцы заказывают сейчас производство новых комплексов, которые будут готовы аж в 2024 году. Это свидетельство того, что оборонно-промышленный комплекс и Соединенных Штатов, и других стран наших союзников, они не работали в состоянии военного времени. Они занимались бизнесом в основном. То есть они выпустили два комплекса на Самс и продавали их тихонько. Кто возьмет, может какая-то страна купит и так далее. То есть не было тех производств массовых, которые требует сейчас Украина. По всем направлениям, в том числе и противовоздушная оборона. То же самое, кстати, относится и к комплексу Ирис-Т-СЛМ немецкому, который они нам пообещали, но тоже, кстати, производится с нуля. То есть их нету готовых, их нужно производить. А это, естественно, время, если мы говорим о хотя бы нескольких штуках таких комплексов, несколько батарей, скажем так. По поводу контрнаступления, здесь ПВО, конечно, играет мощную роль, но при этом при контрнаступлении важнейшим вопросом является уничтожение ПВО противника. И вот когда Украина получила, не только получила, но и адаптировала к нашим советским самолетам, скажем так, ракеты антирадиокационные ХАРМ, вот это стало действительно отличной новостью для нас и очень плохой новостью для России, потому что Украина начала массово уничтожать противовоздушную оборону противника, в том числе на Южном Плаздарме. И каждый день можно увидеть уничтоженные радиационные станции, системы РЭП, радиационной борьбы, системы противовоздушной обороны. Это ключевой вопрос, когда мы говорим о подготовке контрнаступления, потому что при существовании ПВО наступление проводить очень тяжело. Это то, что с Россией происходит. Они могли бы задействовать свою авиацию, но не могут. А мы хотим задействовать свою авиацию. То есть мы уничтожаем противовоздушную оборону противника на том Плаздарме, на котором будет проводиться контрнаступление, и затем наша авиация уже может работать по позициям противника, уничтожать... Михаил, давайте еще предложим, чтобы мы успели, пока мы с вами работали, буквально пару минут назад украинская разведка, Главное управление разведки Украины озвучили, что нынешняя осень будет непростой и решающий. Решающий период у нас впереди в этой войне. Запланированы Украиной все методы и все мероприятия будут успешными. Планы врагам не удастся реализовать. Они будут сорваны именно украинскими вооруженными силами. Но зима будет сложной. Это говорит украинская разведка. Ну, это было логично, это было понятно. Но, как показала украинская разведка, за последние шесть месяцев действительно данные, которые предоставляет украинская разведка, и господин Буданов, очень часто, скажем так, ну, они есть оправданными, и все реализовывается. Поэтому мы смотрим на то, как работает украинская разведка. Но также у нас есть информация и от других разведок. Хотим об этом тоже поговорить. Да, давайте обратим внимание на то, что за последние пять дней, вероятно, увеличилась интенсивность российских атак на Донецком направлении, такие данные британской разведки. Согласно их информации, скорее всего, Россия активизировала свои усилия на Донбассе в попытке оттянуть или сковать дополнительные украинские части на фоне слухов о том, что Украина планирует большое контрнаступление. За последнюю ночь противник нанес 23 артиллерийских обстрела, в частности, применял реактивные системы залпового огня. Совершил три танковых наступления, нанес четыре ракетных удара, но успехов в продвижении не имел. Михаил, хочется спросить, сейчас выглядит все таким образом, что, поскольку блицкрик, мы уже понимаем, не удался, теперь для России очень важно затянуть время. Непонятно, что там будет на оккупированных территориях 11 сентября. Уже 14-е, сказали. Уже 14-е. Все за референдумы 14-е. Они хотят соединять с выборами в России, поэтому уже новая информация. Тем более. То есть выглядит все таким образом, что это имитация наступления со стороны России. На самом же деле есть задача оттянуть как можно дольше, затянуть время для того, чтобы Европа в кавычках начала замерзать, и все пришли на поклон к Владимиру Путину договариваться о газе. Так ли это на самом деле? Ну, то, что Шойгу заявил буквально пару дней назад о том, что, оказывается, они темпы наступления не наращивают, потому что берегут жизнь украинцев. Полное идиотское заявление. Кроме того, Кадыров заявил, что, оказывается, Путин запрещает атаковать Киев, брать Киев. Они бы уже давно его взяли. Но единственное, Путин великий гуманист. Он запретил это делать. Поэтому то, что Россия хотела бы затянуть время, это однозначно. То, что они достигли своего пика именно как военное формирование при выполнении своих задач, это однозначно. Если бы они могли где-то прорваться, особенно, например, на Донбассе. Ну, Донбасс – это политическая задача. В первые секунды 24 февраля, когда была объявлена фактически война, вот эта вот так называемая специальная военная операция, российская пропаганда заявила, что через несколько часов Донбасс будет освобожден, ДНР и ЛНР будут независимы, потом, возможно, и войдут в состав России. Прошло шесть месяцев. В принципе, ВОЗ на самом-то деле и ныне там. То есть никаких перспектив включения так называемых ДНР и ЛНР, то есть оккупированных Донецк и Луганск областей, нет. До оккупации Донецкой области очень далеко. И поэтому я считаю, что они все равно продолжают демонстрировать Путину свои вот просто величайшее желание оккупировать, закончить оккупацию Донецкой области, Луганской области. Но при этом у них ничего не получается, поэтому они выполняют план какого-то там вбросить в топку несколько сотен мяса своего живого, несколько единиц бронетехники уничтожить денег. То есть они понимают, что они ничего не достигнут там, потому что там мощная украинская оборона. Но они при этом демонстрируют, генералы, я имею в виду, генералы российские демонстрируют Путину, что они что-то делают. А на юге у них действительно задача время затянуть и не дать Украине начать сейчас до зимы контрнаступление, а потом, возможно, протянуть где-то на весну, вот этот аналитический кризис, ну и там 137 тысяч человек, которые новые подтянутся, они, может быть, взломать ситуацию. Поэтому сейчас вот такая вот обстановка, обстановка, но она не патовая. Украинская армия, я уверен, не допустит реализации этих замыслов и все-таки реализует наши задачи. Михаил, ну вы как главное управление разведки, планы все равно, да, Украина поломает планы Российской Федерации, мы это уже видим 6 месяцев, после 24 февраля, как первые планы за 3 дня взять Киев, они уже были провалены, и тогда Украина научилась работать и использовать ошибки, которые допускает Российская Федерация. Вы сегодня ряд ошибок, и о том, что вот это количество 137 тысяч должно было тогда, еще было присоединено. Но на самом деле учится Украина, и учится очень быстро, и это радует. Михаил Саму, заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения, был с нами на связи.